... журналист, публицист, писатель Леонид Санкт-Петербург. Значит, предметом нашего рассмотрения являются эти два тома. Сериал «Российская империя», который был когда-то сделан в 33-м Петербурга. Слышно? Нет? А чего? Не слышно? Что я могу поделать с этим? Сейчас раз, два, три, четыре, пять, вышел, зайки погуляют, вдруг охотник выбегает, рэмок, зайки стреляют, пиф, паф, ой, и вот все. Значит, два тома «Российская империя», первый и Анна Яновна Елизавета Петровна, и второй Екатерина и Павел. Когда делался сериал, он делался в 33-м Петербурга, потому что считалось, что вот весь петербургский период истории, он весь из себя имперский, и никакого другого смысла как-то в это особо не вкладывалось. Но по прошествии времени оказалось, что вещи, которые говорились там в прологе, что Российская империя жива и для ее противников, и для ее сторонников, и для одних она ответ на один проклятый русский вопрос, что делать, а для других на другой проклятый русский вопрос, кто виноват. Но выяснилось, что об этом все еще не доспорили. Это все еще некая живая история, которая до сих пор не кончилась. И, собственно, последние политические события, они опять показывают, что без решения, как нам быть империей, не быть империей, а если быть империей, то какой империей быть, и как нас должны бояться, а значит уважать, и как мы должны распространять свое влияние, и даже в прямую присоединять территории, что кажется, что в 21 веке уже на этом году прошла. Вот, но, ну, в общем, сами понимаете, что империя, ну, если вот говорить про Екатерину, когда-то, я там это привожу, когда-то Эльдару Ризанову не дали поставить его киноповесть «Убийство библиотеки». Там разные исторические деятели собрались, и ухакошили советского академика за то, что он про них врет в учебниках. Вот, и Екатерина Вторая, ну, такая фантомное привидение, которое в этой библиотеке водилось Екатерина, вот, она говорила, что «Что это такое? Меня из учебников-то выкидывали, а я, между прочим, собоевала для вас всесоюзную здравницей в Крым». Вот, так что и тогда это воспринималось, что действительно как-то с Екатериной Алексеевной нехорошо было поступили, что ее не в советском, а в таком обычном школьном учебнике. Ну, или, по крайней мере, там она упоминалась крайне неподробно и, в общем, негативно, как почти все царины. Вот, собственно, значит, но в сравнении с тем, что делалось когда-то в качестве телесериала, мы все-таки сочли, что, ну, не может быть, что мы просто издадим, да и все. Нужно было сделать какой-то совсем другой продукт. И самым главным таким отличительным особенностью самоофия сериала были комментарии до места. То есть мы отбирали точки, в которых все еще можно к чему-то прикоснуться, вот прийти и сказать, вот здесь вот это стояло, вот и сейчас стоит, а значит, это вот было тут, а это вот там. То есть вот каким-то образом на месте почувствовать, ну, вот пихание этих событий, какая-то эманация исходит. Не все места там, да, очень много, ничего не осталось. А если осталось, то, ну, ну, если б не Абелийский, ну, что такое болтавское поле? Ну, просто под картофель большая часть распахана, ничего особенного нет. Но есть какие-то случаи, ну, вот, например, это, правда, было в следующем доме, ну, например, поле у Стерлица очень хорошо сохранилось и очень понятно. Но там еще религия в местности очень много значил для понимания того, что здесь случилось, почему было такое страшное положение и так далее. Ну, в общем, не все места, но многие места при правильном понимании, куда прийти, за что взяться, они еще способны наблюдать такое физическое ощущение событий, которые здесь происходили. И поскольку россияне достаточно активные путешественники, ну, прежде всего, по Европе, мы решили все эти точки объехать заново и их снабдить через координатами, объяснениями, куда, как приезжать, почем билет, в какое время работает, стоит ли приезжать, а если приедете, то, что увидите, а нужно особо обратить внимание и так далее. Потому что очень многие из этих исторических мест, они исторические для нас, но, ну, положим, я не знаю, Цепс, конечно, очень чтит Екатерину Вторую, но замок, к сожалению, был разрушен во Вторую мировую войну, родительский, родовой, вот. Но какие-то куски сохранились, и, может быть, к россиянам это интереснее, чем к жителям самого Цепска. Или уж точно в Дармштадт, который как-то, ну, нельзя сказать, что сильно крепко относится к памяти тому, что оттуда вышли две русских царицы. Мария Александровна, жена Александра Второго, и Мария Федоровна, последняя русская. Ой, господи, что я говорю, Мария Федоровна, последняя русская императрица, вот, они обе десантармштадтские принцессы. Ну, из Дармштадта такое количество попадовых ходило принцесс, и, собственно, все венцоры им родственники, поэтому и королева, и Летитяна, и прочее-прочее, так или иначе, имеют отношение, имели отношение, вот, к церковским принцессам. Но россиянам это очень интересно, и, по счастью, там многое сохранилось. И родовой замок, в котором, значит, вот, девочка, она там ловила рыбу в бассейне, в фонтане, руками и прочее-прочее. Вот откуда Николай II будущий взял свою невесту, это все есть. И русским это более интересно. И, в принципе, объяснить, ну, я не знаю, несколько тысяч русских, очевидно, проезжает, пролетает в год через Франкфурт, поскольку там очень много пересадок. Ну, и если ехать из Франкфурта в аэропорт на час раньше всего-навсего выездок, то по дороге можно завернуть. Этот город Харкштадт, который еще известен тем, и, главным образом, в Германии, в Собой он известен тем, что это столица Шварцпорт, вот этих средств для волос, вот это огромное, такое, химическое происхождение, которое произойдет. Ну, хорошо, но у них Шварцпорт, а нам интересно, что там есть все-таки что-то, на что можно посмотреть и, ну, хоть как-то представить, а что это было за династический брак там в 19 веке. Спасибо. 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 Спасибо.